На скамье подсудимых Нурси и Тартыков, находившиеся за рулем и непосредственно совершившие аварию, и владелец злосчастного Volkswagen Nurbala Tateev, который после ДТП принялся оскорблять и душить мать пострадавшего ребенка, обоим предъявлялись обвинения по статье 346 управления транспортным средством лицом, лишенным права управления, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а равной передаче управления такому лицу, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, а также статье 293 «Хулиганство, совершенное группой». В процессе судебного разбирательства сторона потерпевших пришла к примирению с владельцем автомобиля Нурбалатом Атеевым. Суд предоставляет вам возможность подписать мировое соглашение. Согласно мировому соглашению, Атеев должен будет выплатить стороне пострадавших компенсацию ущерба в размере 2 миллионов тенге. На эти средства, как сообщила Лизаджа Ханшаева, мать пострадавшего ребенка, она намеревается приобрести цифровой протест для малыша. Прокурор обвинения потребовал назначить меру наказания для водителя 5 лет лишения свободы общего режима для владельца автомобиля 2 года колонии поселения. Среди отягчающих обстоятельств было алкогольное опьянение обоих обвиняемых. Среди облегчающих назывался тот факт, что ранее они не имели судимости, полностью признали свою вину и раскаялись. На иждивении у обоих находятся по четверо малолетних детей. Во время зачитывания обвинения Нурсит Артыков не мог сдержать слез. На последнем слове оба обвиняемых полностью признали свою вину. Признаю свою вину, прошу простить. В целом сторона потерпевших осталась удовлетворена ходом судебного процесса. Напомним, 26 февраля в поселке Шубарсу нетрезвый водитель, не имевший прав компании друзей, устроил гонки на Фольксвагене. В результате чего врезался в дом на обочине, буквально придавив к стене малолетнего малыша. Выскочив из машины, водитель и хозяин машины вместо того, чтобы оказывать помощь ребенку, принялись оскорблять и избивать его мать. Ребенку оторвало ножку, он получил многочисленные тяжелейшие травмы, несколько недель находился в древнем отце. К счастью, сейчас маленький Ахнуров уже вовсю ползает и просто не понимает еще, что у него нет ножки. Потому что он сейчас не нуждается, он не понимает, что ему нужен ноги, нет или не нужен. Ранее сторона потерпевших ходатайствовала о привлечении к ответственности и других соучастников происшествия. В машине, кроме Артыкова и Атеева, было еще двое их друзей. Сразу после происшествия они скрылись, не оказав помощь и оставив в опасности пострадавшего малыша. В отношении них дело выделено в отдельное производство и они также предстанут перед судом. Нурси Тартыков, приговорен к четырем годам лишения свободы, Нурбулат Атеев получил один год шесть месяцев в колонии-поселении. Приговор еще не вступил в законную силу. Продолжение следует... Продолжение следует...